всем привет сегодня я буду проливать свою рассаду проливать вот такими удобрениями делать боковую смесь это монофосфат калия это хелат железа и биопрепарат все буду разбавлять в малых пропорциях потому что сейчас большие пропорции не нужны везде написано как развести в 10 литрах воды а я вам буду показывать как развести в двух литрах воды потому что сама искала такую информацию пока не позвонила питомник и они мне рассказали как разводить вот эти препараты малого количества рассады этот рецепт подкормки рассады мне дали в питомнике где выращивают рассаду большими объемами значит и и вот сегодня я тоже хочу его попробовать у меня есть два литра воды первое что мы разбавляем это монофосфат калия на 10 литров воды нужна чайная ложка но так как у меня два литра воды я буду брать четвертую часть чайной ложки это примерно вот так половинку от половины чайной ложки так следующий у нас будет хелат железо хелат железо у меня есть этот пакетик идет сухой порошочек в этом пакетике уже жидкий разбавленный хелат железо если у вас вот такие пакетики то набираете шприцом 2 миллилитра 2 кубика вот такого хелата железо это пойдет на двух литровый бутыль с водой я буду пользоваться вот таким хелатом железо его нужно растворить в 5 литрах воды значит половину пакетика растворяем в двух с половиной литрах воды я беру половину вот такого пакетика это у кого нет весов для взвешивания граммов весь высыпала аккуратненько вот так равномерно распределяю и разделяю под на пополам вот примерно вот так она будет и сейчас вот эту половинку высыпаю двух литровую баклажку и еще немножечко да это немножечко так грязноватый процесс но у кого есть весы маленькие тем будет очень легко это все сделать здесь при получилось примерно не полная даже я вам сейчас покажу сколько это будет если чайной ложки полой половинка пакетика сколько это будет чайной ложки так будет удобнее вам сориентироваться без вот этого мерять надо как-то так аккуратненько да все делает для того чтобы вам показать вот смотрите половина пакетика значит в пакетике у нас 5 грамм нам надо 2 грамма на 2 литровую баклажку воды это будет примерно вот так не полная чайная ложка немножечко меньше можно даже взять 5 миллиграмм можно не досыпать обратно высыпаю мне пригодится этот порошочек пригодится на следующий раз поливать рассаду такой баковой смесью можно при каждом поливе и добавляю еще в эту смесь бактериальный препарат фитодоктор он защищает растения от мучнистой росы серой гнили от черной ножки и так далее добавляю его тоже четверть чайной ложечки половинку от половинки чайной ложки четвертинку вот так он такой вонючий этот фитодоктор и хорошо хорошо взбиваю растворяю хорошо вот эти все удобрения монофосфат калия защищает от болезней от мучнистой росы и делает растение устойчивыми к низким перепадам температур хелат железо значите что он делает чем он помогает улучшать приживаемость растений помогает от болезней от и всяких инфекционных болезней и конечно же лечит хлороз у растений особенно в зимний период когда мало солнечного света сухой воздух квартирах перепады температур в общем все это для растений вот такие удобрения для растений нужны и биопрепарат фитодоктор он помогает от черной ножки от серой гнили от мучнистой росы в общем тоже он обеззаразит почву чтобы в растения не заболели сейчас добавлю воды до 2 литров полностью и начну проливать свои растения вот такой у меня стеллажик на нем еще не очень много рассады рассада у меня только то что должна зацвести уже весной поэтому подкармливаю пока то что есть значит здесь у меня начеренкована петунья и флокс шиловидный здесь у меня растет бегония это черенки королевской пеларгонии плющелистной пеларгонии 4 череночка крупнолистной гортензии хамелеон принялись уже я их пересадила в большие емкости форзыция 4 штучки и вот это маленькая рассада это цинерария цинерария в таких таких емкостях маленьких и цинерария уже в больших емкостях и вот сейчас я уже буду их проливать для того чтобы она уже набирала как можно больше зеленой массы использую вот такую боковую смесь первый раз поэтому сразу видео выставлять вам не буду подожду дня три посмотрю как чувствует себя растения чтобы вы убедились действительно ли это хорошо для растений потому что не проверенная боюсь выставлять уже проверю на своих растениях и потом уже подскажу растения сниму их сейчас и потом сравню как эти растения будут себя чувствовать проливаю немного чтобы достаточно будет того что стаканчик промок до половинки и потом грунт сам питает остальную влагу и здесь не будет такого сильного перелива ребята прошло два дня и хочу подвести итоги подкормки такой боковой смесью скажу вам так удобрение действует рассада не попадала раз немножко развиваться за два дня появились новые листочки вот сейчас покажу вам вот такие крохотулечки вот они появились новые листочки маленький листочки выходят такие уже жирненькие хорошенькие такие стволики что называется толстенькие хорошие стволики проливать я этим удобрением буду еще но я бы еще в это удобрение добавила вот новенький листочек вот такой вот новенький смотрите жирненький хорошенький листочек новенький и почти на всех на всей рассаде появились новые листики но я бы еще в это удобрение добавила азотных удобрений чтобы больше нарастала зеленая масса это эту смесь я этой смесь я проливала для того чтобы наращивалась хорошо корневая система ну да и было питание для для листочков но мне кажется что нужно добавлять и азотные удобрения при следующем поливе я пролью вот таким удобрением это мастер агро формула 20-20-20 в этой формуле есть точно такой же фосфор точно такой же калин но в меньших количествах если в монофосфате там 54 процента фосфора по моему 34 калия то здесь в этом удобрение мастер агро агро все в равных количествах азот фосфор и калий и сюда же в следующий раз когда буду подкармливать свои растения в это же удобрение добавлю хилата железо по инструкции на этом видео заканчиваю подписывайтесь на мой канал я стараюсь на своих опытах помочь и вам выращивание рассады кто оставался со мной всем спасибо за просмотр всем пока